была такая тема, что выходит игра, ну условно три игры выходят в сезон, и каждый договаривается, кто-то берет там Heavy Rain, кто-то, допустим, GTA 4, кто-то там Burnout Paradise, вот, и я тогда купился Nandros лицензионный, чувак взял Doom Trim, пошли меняться, я захожу, и там чуваки на телеке что-то вот так сидят, смотрят толпой. Я сперва не понял, потом один штаны снимает, и там, ну, как в гачи-фильмах, нет, вот, и... Не, не, мне просто света очень плохо, у меня, короче, из-за эпилепсии еще, когда, ну, короче, постоянный источник света лупит, я потом смотрю, у меня круги такие вот перед глазами, вот, поэтому вот так. Ну, Грут, а если что говорим, мы там послабеем. Да ладно, я сказал, как пиздец. Слушай, а тебе, мы можем тебе задавать вопросы про синдром Туретта, про эпилепсию, типа, потому что... А, еще сербуш-то я вот так постоянно серую, через две минуты вот так вот делаю. Ну, и у меня рот открывается при этом, но хотя в очках-то тоже не видно. Ну, кстати, на видосах это даже стильно выглядит в ЧИБе. Да, в ЧИБе-то там, так я и накинул, чтобы это выглядело, какой-то фильм Джармуша какой-то, блядь, в***ный такой. А ты из Ачинска переехал в Красноярск, и мама тоже, да? Не, она раньше ехала. А, она тоже в Красноярске? Ну, не, она сейчас в Москве ехала, она раньше меня в Москву ехала. Она жила тут, она и в Питии, прожила и в Москве. Вот, ее город маленький, тем более с ее там специальностью можно, говорю, богатым в компаниях работать, даже не знаю, как это называется там особо. Ну, что-то... Да, это вообще... Я, у меня мама работает финансистом, ну, типа, она, если что, вообще не богатая, но звучит богато, финансист. У меня мама финансовое, что-то, налоговое, что-то, короче, она в Сбербанке, она, короче, там, вот кто кэдит взял в банк, она, типа, экономист, что-то тоже там, какой-то там ух... Мама-коллектор. Прикольно. Я до сих пор не понимаю, что она делает, моя мама. Что-то какие-то таблички сверяет. Слушай, а я так понимаю, она понимает, что ты делаешь? Ну, она не вникает. Ну, вот у вас одинаковые, мне кажется. Нет, мама понимает, что делаю я, а не понимает, почему деньги. Я думаю, вот в таком плане. Причем, когда деньги были с блогинга, вот там 8 лет подряд, там, сколько показываю, нет, нет, нет. Как только я прям музыкой, она такая, ну, ладно, ну, музыка-то это, ну, это не было, это не какая-то там на Ютубе, а тогда, да, те же самые деньги, но нет, ну, это тоже ты, ера, ты ходишь там, что-то кривляешься. В жизни уже, не на камеру. А она с тобой вообще говорила на эти темы, типа, там, предохраняйся с девчонками, там, вот это поднимала? Ты что, она думала, сколько меня в 20 родила? Я думаю, на чем, на личном опыте. Да нет вообще у нас таких темников. Ну, я с ней нормально общаюсь, мы с ним вот так же с ней общаемся. Вот просто я матерюсь, ну, типа, ну, у нас с ней такое отношение, потому что мы с ней вдвоем, по сути, были. Она меня молодая родила, и мы как бы, я там рос, она взросла, ну, короче, у нас с ней нормальные отношения. То есть у нас нет никакого там напряга с мамой, вот, но такие темы-то нет. А у тебя было ощущение, что не хватает мужского воспитания вот этой вот? Я думал наоборот, короче, с возрастом понял, что, что я без отца вырос. Потому что у меня отец, он сидел в тюрьме, он достаточно, я узнаю от родителей моих друзей, истории, вот недавно мать моего друга рассказывала, ну, вот, Сережка, грузинчик, приехал, снял какую-то проститутку, она обоссалась, он, наверное, на мороз выкинул и приехал к нам. Вот, типа, вот мой отец. Заставил кот там обувь вылизывать, там, ну, где-то за какую-то хуйню. Ну, типа, он, ну, да, он такой был чел, и я такой думаю, б***ь, если бы он был жив, я, наверное, был бы таким вот, типа, вот, Федука бы слушал раннего, такой ходил бы, там, на Станайланде бы вообще сидел. Сидел в тюрьме где-нибудь там за разбой. А так я с мамой вырос, я, типа, супераккуратная, она мне читать книги подрочила, в учебе ко всему, ну, то есть, меня за счет того, что воспитывали женщины, ну, я думаю, мне, короче, проще. Я с пацанами, когда жил, думаю, ебать вы свиньи. Мне вот так было, все кидают, все в крошках, какие-то фантиках, ебать, кружки свои оставляют, ебать, мне вообще прям... Да, это проклятие, когда ты вырос, вот я тоже столько с мамой вырос, и та же фигня, я помню, у Андрея Рапетова, у комика есть офигенный разгон про то, что он единственный, он живет с пацанами, и он единственный, кто постоянно убирается, и он там до пацанов настолько, что говорит, вот ты посуду помыла, вот водичку не вытер с раковины, потом налет останется, я это буду вытирать, вам-то всем все равно, это я... И это вот реально жеза, я так ванную мыл всегда, когда жил с пацанами, я всегда говорил, вы ванную не моете, я вам не доверяю, типа, извините, вот, и тоже... Ну, я большого парня тоже учила воду вытирать, белье остряхивать перед тем, как развешивать. Ну, то есть было моментами, я прихожу, а белье вот просто лежит сверху, вот он, я достал из машины... Пластом просто? Какий пластом? А, вот так шариком на машине? Ну, на сушилке! Не оставил в машинке уже, да? Причем я сама тоже неаккуратная совершенно, ну, типа, я пытаюсь что-то с собой делать, а ему кайф был, ему комфортно был. Ну, в какой-то момент у меня был, типа, сильно депрессивный эпизод, и мы засрались так, что когда мне уже Диман сказал, что у нас грязно, я такая, ну, вот это, вот это уже прям звоночек. Уважаемые зрители, мы вас лечем буквально на минуту. Немногие из вас знают, что в индустрии для взрослых есть свои конференции, куда приезжают различные представители секс-индустрии, но в основном производители и продавцы секс-игрушек. Да, две таких конференции проходят в мире, одна в Америке, называется АВН-экспо, одна в Европе, называется Венус, Венус, тут как ему как нравится. В Америку приезжают, ну, типа, с одного континента, в Европу с другого, туда можно купить билеты, это похоже на конвенции, типа, там, Е3, или, ну, это игровая А это на Комик-кон похожа? На Комик-кон, да, на Комик-кон, но только для взрослых. Да, и вам не обязательно стоять в очередях или куда-то лететь, потому что теперь такое пройдет и онлайн. 23 января пройдет бесплатная конференция «Бизнес для взрослых» от Яндекса. Там выступят эксперты и опытные участники рынка. Подойдет маркетологам, предпринимателям и всем, кому интересна эта сфера. Конференция будет проходить онлайн, поэтому ее можно будет смотреть из любой точки мира. Если что, слушать всю конференцию необязательно, вы можете подключиться, когда будут выступать интересные для вас спикеры, тем более, что там довольно необычный состав, вести конференцию будет Анфиса Чехова из того самого шоу на ТНТ. Например, может быть, вы знаете секс-шоп розовый кролик будет выступать директор по e-commerce Денис Коновалов, а также будет выступать сооснователь компании Love Machines Сергей Иванов, ну и другие спикеры. Если вы сами в индустрии для взрослых, то подключайтесь и узнаете много нового и полезного. А если вам просто интересно этот тим, то узнаете еще больше нового и полезного. На конференции разберут, какие товары сейчас в тренде, как их продают, как их рекламируют, а также будет розыгрыш призов среди зрителей. Так что переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Конференция «Бизнес только для взрослых» будет интересной, это абсолютно бесплатно. Напоминаю, что это онлайн, то есть вы можете смотреть вообще откуда угодно. Ну и да, она стартует в 11 утра по московскому времени, но вас никто не заставляет подключаться сразу. Можете выбрать удобный тайм-слот, поставить напоминалку и подключиться. Ссылка в описании. Ну ты да, получается такой уже ветеран Ютуба, потому что ты... Я начал... Я первые ролики твои, наверное, увидел, я еще в школе был. Так и я был, получается. Ну и ты был, да, мы ровесники. Вот, да. Ну я, кстати, сори, но я никогда, мне кажется, не смотрел. То есть я только сейчас, когда готовился, вот посмотрел несколько... У меня контент своеобразный просто такой, он типа не массовый. Я просто не фанат реакций, а вы какое-то время, вот ты и типа чуваки, с которыми вы двигались, вы одно время делали очень много реакций все. И это как заебало просто. Вот, и поэтому, я помню, у меня из-за этого сложилось такое мнение, что... Ну я, кстати, реакций мало снимал. У меня просто... Ну, короче, что ты понимал? У нас каналы всех ребят, у них там по несколько тысяч видео, у меня 300 видео за один. То есть я реакции снял, наверное, штук 20 за... Вот, на протяжении двух лет-то было. Ну просто, да, я снимался в реакциях у ребят, и в целом, да, там было постоянно, грубо говоря, даже если ты это не делаешь, если вы там в одной танцовке сидите, ну, они, наверное, все так снимают. Но не, реакция была прикольная, когда только появилась, когда пьюдипай вот эту всю хуйню начал. Слушай, а ты помнишь, в каком возрасте у тебя впервые проявился синдром Торетты? Торетта. Торетта. Я начал, поблился на лысо, начал водить спорткары. Да, да, да. Ты еще в ролике с тебя, что все, кто неправильно произносит. Да мне просто все пишут постоянно, Торрент, блядь, табуретки. Да не, ну оно типа проявилось, я так понял, у меня у отца оно было, но у него нет, понятно, само это были в 90-е, у него нет никаких там справок. Но мать говорила, что он дергался, что-то он какой-то такой был. Постоянно как на спидах, но типа он был просто вот какой-то вот, не знаю, вот. У матери эпилепсия на приступы падает, ну, там, раз в год, наверное, или раз в два года, у меня проявилось оно, наверное, ну, то, что я первое запомнил, это класс четвертый, пятый был, что меня начало дергать, как-то что-то начало подметки, какие-то слова, потом звуки издавать, как-то вот так вот подушку, голову в подушку вот так вминать, когда, вот, руками как-то, короче, любое что-то делать, зависать вот так, вот. Ну и мне сказали просто, да, у вас переутомляемость, идите, попейте какой-нибудь там фенибут или там этот пустырник, вот, а потом оно начало, типа, ну, повышать, оно как идет, мне говорили, что оно до 18 повышается, а потом идет на спад, но оно у меня вот поднялось, и как будто на каком-то плата закрепилась, то есть мне в любом случае надо какие-то колеса пить, чтобы у меня прям, вот, мы вчера работали до 4 утра, я уже под конец занятый, вот так вот сидел просто дома, горло все заболело уже, а я не знаю, что мне делать, ну, бить. Типа, когда устаешь, появляются голосовые штуки. Ну, голосовые в основном, у меня как-то, короче, оно вылазит, вот я в такси иногда еду, и говорю, что у меня астма, ну, а что я ему объясню, типа. А они прям спрашивают? Да, мне занижают оценки, думают, что ты наркоман, но у меня, типа, там было 5 этих звезд, 5 баллов в Яндексе, я еду, вот так, просто молча, вообще в телефоне, вот так делаю, а потом смываю, у меня там 4, 8, 4, и вот так вот, типа, или я сижу просто еще шмыгаю, что мне нос не дышит, я тогда шмыгну, и мне начнется, я сижу, наверное, вот так все, типа, и он везет меня еще куда-нибудь в какое-нибудь место, типа, на съемки, эти студии, они въебают там какие-нибудь заводы, я еду, так шмыгаю, как будто там, не знаю, да, вот, поэтому. Таксист недавно рассказывал, что возил чувака в лес, типа, ночью. Мертвого? Нет. Клиента, вот, и он привез его и говорит, подожди меня, говорит, пожалуйста, сейчас я схожу и приду. И таксист говорит, ну, я, говорит, уехал, говорит, я так и закончил, заказ не стал его ждать. Ну, и чувак просто там раскрайфовался на этими полянками остался. Да, но на самом деле у них паранойя иногда очень странная, то есть вот я вчера передавал, ну, короче, нам для съемок вещи, я передавал курьеру, я его вызвал в 12 ночи, ну, и выходит молодой чувак с пакетом и говорит, 12 ночи, типа, отвези вот тут там на Тверскую. И он такой, там точно одежда? Я говорю, ну, да. Он так достает, все проверяет, смотрит на меня, на пакет такой, ну, ладно. Меня ни разу не проверяли, хотя тоже. Видимо, появились, видимо, случаи, когда кто-то передает и так далее. Я вспомнил студию, у нас чуваки знакомые, ну, там, влогеры, они как-то поехали, рассказывали мне с закладкой, их таксист ждал, ждал, потом такой выходит, говорит, б***ь, б***ь, пошел, помог им, нашел и с ними покурил еще, короче. Вот. Это чел какой-то, говорит, кавказец был. Пять баллов. Он, говорит, ждал их 30 минут, он, говорит, да б***ь, вышел, просто за минуту нашел, они там копали вокруг, он просто, говорит, вот так вот достал. Это точно пять баллов. Это стопудово вообще. Приятная беседа. Да. Ну, а тебе часто, да, пишут по поводу того, что, типа, что-то связано, ну, типа, говорят, мы тебе не верим, это из-за наркоты. Так да, я еще везде постоянно вкидываю, да я еще под м***цом и везде говорю, да, я там это запихнула. Я везде постоянно говорю, типа, про это. У меня в песнях, типа, наркотики, они думают, ну, блин, ну, раз везде, ну, наверное, значит, да. Ну, просто я говорю, что, ну, типа, а поделить человек тоже, там, наркоманом или нет, а они, если говорят про синтетику, то это прям, ну, что на какой-то там системе. Человек бы не был таким работоспособным, он выглядел бы иначе намного. То есть, ну, я знаю ребят, которые прям на синтетике, они прям жутко выглядят, они вообще ничего не делают. Они сидят дома, пять дней не едят, потом две недели заедают, они, ну, типа, по людям видно. А я сижу, мне нормально из ручки, я нормально говорю, и мне говорят, да вот он сейчас опять под спидами какими-нибудь. Ну, это, скорее всего, это из-за того, что наркотики – это что-то настолько страшное, и... Что угодно, это все наркотики. Да, и что взрослые люди часто настолько вообще не разбираются, что это даже смешно. Но на самом деле взрослые люди зачастую в какой-то там половой жизни не разбираются. У меня там, не буду говорить кого, в 15 лет повезли к гинекологу, сказали, ты ебан, ты же гуляла с мальчиками. И я заставила, типа, осмотр проходить, сдавать анализы на ВИЧ, потому что она гуляла. Ну, с одной стороны, это как бы полезное занятие, но, с другой стороны... Не в таком тоне, да. Ну, дети, кстати, тоже пишут, а дети, мне кажется, они лучше нас в этом всем разбираются, подростки сейчас. Потому что я в школе вообще, ну, типа, ничего не курил, не пробовал. Я, наверное, пробовал г**ть лет тоже уже, наверное, в 19-20 в Москве. Вот. А сейчас, типа, дети, они там, мне говорят, в школе там продают там солягу всякую в туалетах, там спать даже, ну, типа, вот. У ровесников я слышал, что у них там в школе нюхали. Я думаю, е**ть, откуда это, где... У нас даже в школе не кудили, курили за школу и в школе, чтобы кто-то в туалете кудил. У нас курили в туалете, но у нас бедный город, у нас не было наркотиков в школе. Ну, вот, у нас, наверное, тоже поэтому... Типа, там просто ни у кого нет денег. Ну, это не то, что на наркотики... Типа, у нас был не бедный город, но у нас просто, мне кажется, никому даже не приходило в полу такая мысль. Ну, школа хорошая, может, была? Ну, да, типа, она не была хорошая в плане знаний, но в плане все были... Плюс у меня скультурные, и никто... У нас там, помню, нюхательный табак нюхали на подоконнике. О, я снаф нюхал в школе, пробовал. Слушай, а что у тебя вообще выступает триггерами, ну, вот, ну, как бы... Усталость, нервы. Приступов только усталость? Да, и нервы. Ну, я, типа, мало по каким поводам нервничаю, я такой, типа... Сейчас уже за много лет, наверное, просто, наверное, просто пуш-то вырос. Раньше, то есть, я за каждой хуй как-то что-то переживал, там, что-то... Ну, какие-то просто в голове самокопания были, а сейчас с возрастом уже как-то... Ну, а есть такое, что даже яркие, там, позитивные эмоции могут вызвать приступы? Ну, вот это тоже история... И секс, и, типа, там, условно, аттракционы, и видеоигры. Ну, все, что оно, типа, и... Вот даже я в зале был, я вот на дорожке бегу, и там после второго километра, когда у тебя организм разгоняется, там, типа, BPM-сердис поднимается, я уже бегу, и у меня так, типа, вот, потихоньку начинает, когда вот, типа, от давления, не знаю, от чего. Блин, то есть ты кончаешь как женщины в порно. Дергаясь вот так из стороны в сторону, как это в хентая, да, вот так прям раздыхать. Не, у меня, когда кончаю, у меня есть такая хуйня. Я тоже думал, что оно у всех пацанов, но, походу... Да, зеленый тип. Нет, короче, у меня в момент, когда вот только это происходит, мне становится щикотно по всему телу, и меня вот так сжимает. И я, то есть, мне такого, что это... Я просто молча. А потом в один минуту происходит, и я просто дотронуться до него минуту нельзя. Мне просто так щикотно, я вот просто... Все это, у меня как в порно вилка, они продолжают, продолжают, это все летит, а у меня это вот так вот... Мне в рот стреляет, и я так сижу, и вот так, так, не двигаюсь. Вот, и мне прям... Где нет такого? Гиперчувствительность это называется, встречается у парней, да. У меня было до обрезания, у меня был Фимос. Вот, это классическая история у всех. Это когда ты еще подростком был, наверное? Да-да-да, я 18 лет сделал обрезание, когда уже заебал мучиться с Фимозом, вот. И потому что, ну, я не сравниваю, просто когда я приходил с Фимозом, там, к врачам, к маме говорил про это и так далее, все всегда говорили, типа, ой, б***ь, не придумывай, с первым сексом пройдет, это у всех вообще... А ты пробовал сильно дернуть? У нас были типы, которые сильно дергали, у них открывалось. У меня крайняя степень Фимоза была, у меня он даже... Просто кожа вот так у б***ь не сел. Да, да, и там, типа, даже, ну, чуть-чуть не открывалось, типа. То есть, грубо говоря, я даже помыть его не мог внутри. А в туалет может быть? Вот, мог, да-да. То есть, он вот для туалета открывался, а дальше нет. Он такая, пока. Да-да-да-да, вот. Пройдешь, пройдет. И тоже вот такая реакция была, когда кончаешь, потом хочешь его помыть и дотронуться не можешь, типа, у тебя простреливает по всему телу. Блоболь. Не-не, вот именно, как ты говоришь, вот ижет как будто бы, и щекотно одновременно, вот по ощущениям, что-то такое, как будто тебе ижет там, и щекотно. Вот, и были чуваки, не хочет чувствительной головкой, они очень быстро кончают, типа, из-за этого. И у нас в школе они, ну, и в школе, и в универе, они открывали полностью член, убирали в тросы, чтобы он терся. А ты так вот знаешь. И ходили мучаясь. Это же неприятно. Да, чтобы проходила чувствительность. Да, это не быстро кончает. Может, просто таблеток много каких-то поставил, но это, я могу, час-два вообще, то есть. Ну, ты это контролируешь, типа. Даже иногда просто не могу. Но все эти же, все лекарства, которые на ЦНС влияют, они же все, да, они же и либидо убивают, и вот эту хуйню. Но даже без них, типа, как-то... Причем самое тупое, что зачастую они не убивают возбуждение, но, типа, закончить невозможно. Это очень неприятно. А у женщин так же, да, она работает? Таблетки, да. Ну, у тебя только немного другие. Да, такие же половины. Ну, там, да, они все, все вообще любые. Вообще антидепры, и все, оно все на ЦНС влияет. Ну, у всех по-разному. Есть, например, которые сильно повышают либидо. То есть, это бывают у кого-то вот такие условно побочки. Но чаще всего, да, снижается. И, типа, возбуждение зачастую не снижается. То есть, если вы, там, в процессе, там, высосетесь с кем-то, у вас прелюдия, то, типа, возбуждение происходит. Ну, в моменте, когда уже прям... Да, вообще, типа, ничего, нет. Ну, типа, забавно, но... Ну, не более. Кончить не можешь. Так и не хочется иногда. Я могу, типа, вот так, помню, пил их. Я ходил, мог месяц вообще не думать про это. Типа, у меня есть работа, там, дела нахуй, нет, все. Ну, это тоже, может, взросление. Но это очень удобно, на самом деле. Вот я говорю, что вот эта вот низкая половая конституция, во, всем рекомендую, потому что реально не отвлекаешься от дел. Ну, то есть, я и так отвлекаюсь от дел. Еще бы, если бы я проеблю думала, так это я бы вообще бы... Тебе просто на аутсорт, тебе нужен человек, который очень заинтересован в сексе. Будет из-за меня думать про яблю. Да, и он будет тебя назначать просто в месяц, в дни секса, и все. И ты будешь бронировать. Блин, опять бота. Вот это вот. Слушай, а у тебя либидо высокое было вообще, там, в детстве? Ну, наверное... Ну, прям либидо, либидо, что ты... Хотел, наверное, никогда в жизни не было, что ты прям хотел. Прям вот я увижу, у меня есть знакомые, которые идут в пульс, ты какая... Типа, вот я бы... И вот так у меня такого не было. Типа... У меня... Да в целом, наверное, прям такого супер-либидо вот не было. Было, что я хотел там отношения с девчонкой очень, и именно с ней там что-то иногда думал, но это не перерастало даже потом в какой-то... То есть мы там, если встречались, спали как-то, потом мне вот... Стоп. Что-то у меня могло так вот неделю быть, а потом два месяца у меня все... А тебе комфортно было общаться с чуваками, вот, которые очень много говорят про секс и... То есть со всеми... 90% вообще всех мужчин? Не знаю, ну... Ты вот описываешь вот этих вот ребят... Ну, они же не всегда такие. А, ну, то есть это какой-то... Ну, всегда, когда выходишь на улицу только. Или в интернет, или там, типа, с матерью они говорят, я тебе мать бы... Ну, она у тебя еще молодая. 50 лет сполнилась. Блин, вообще самое... Даже меньше же. Вот, исполнилась недавно. Так она же тебя родила в 20. Ну, или сколько 20? Значит, 22, я не помню, погоди. Если мне 28... И, да ты, кто-то. Я просто не знаю, во сколько она меня родила. Мне казалось, что 19. А, значит, 21 или 20? Ну, 22, значит. Если мне 28... А, ну да, 22. Получается 22, да. Блядь, ну все, ну, 3 года, Галь, прости. Да. Вообще не смотри это нахуй. Тут суфлер стоит вот там с той стороны. Жарахов листочки вот так делает. Это наша совместная рубрика с Aviasales, которая называется просто «Особенности национальной ебалки». В ней мы с Верой ищем по всему миру страны, в которые можно поехать для секс-туризма и обсуждаем их. Иногда они подходят для этого, иногда не подходят. У нас есть специальные карточки от Aviasales, которыми мы оцениваем эти страны либо сердечком, либо... Ну, вы поняли. Да, если будете покупать билеты в одну из этих стран, делайте это на Aviasales. Сегодняшняя страна не совсем для этого подходит. Это первая африканская страна, про которую мы говорим, это Кения. Вер, у тебя есть вообще какие-нибудь знания про Кению? Так, ну, я про Кению знаю слоники, сафари, кофе. Кофе. Все. Ну, а классические африканские, вот эта бедность? Ну, кстати говоря, почему-то вот именно с Кенией у меня это не ассоциировалось. У меня в голове рисуются роскошные женщины в платках с фруктами сверху. Это, видимо, что-то из рекламы кофе как раз-таки всплывает. Ну, вообще, да, очень похоже, да. Ну, потому что в Кении очень, ну, есть столица, где действительно все хорошо относительно других стран Африки. Но вообще нет, там тоже, да, довольно бедно. Да, еще Кения – это одно из прям очень популярных направлений для секс-туризма, для европейцев из, там, Германии, Франции, Нидерландов. Летают туда, потому что очень дешево, потому что люди бедные. И самое главное, что это популярно даже больше среди женщин. Типа они приезжают надолго, ну, то есть, там, на две, на три, на четыре недели, и строят платные отношения с мужчиной, как с Жиголом. То есть, не на одну ночь, а у них прям курортный роман за деньги. Да, и при этом в Кении официальная преституция не запрещена, но и не легализована. Поэтому будьте осторожны, потому что можно накнуться на полицию, на мошенников или на ревнивых, например, чьих-нибудь мужей, потому что, опять же, повторюсь, преституцией занимаются из невыносимо плохих условий. Или часто люди, которые там находятся в браке, у которых есть дети, просто для того, чтобы зарабатывать. Да, но при этом мы так немного загустили, но Кения довольно действительно красивая страна. Вот, конечно, это в первую очередь парки. Там я начал гуглить просто количество природных парков в Кении. Там больше десяти самых разных. А сафари – это не вредно для животных, которые живут? Не вредно, потому что это заповедник. Вредно, потому что люди, туристы часто все равно вмешиваются, машины ездят на бензине, там даже есть электромобили, все равно там пути миграции не те и так далее. Так, ну что, если вы решите полететь в Японию, в Кению, на Камчатку, куда угодно, обязательно покупайте билеты на авиасейлс. Но мы вам не советуем Кению для секс-туризма по многим причинам. Да, в Кении, как и во всей Африке, высокий уровень распространения ВИЧ. Даже если вы, например, решите не покупать любовь за деньги, а, например, можете просто зайти в дейтинги многим интересные иностранцы. Короче, предохраняйтесь, и если вам окей, возьмите средства контрацепции с собой. А, надо же поставить еще. Да, да, да. Конечно же, в конце. Так, чуть не забыли про наши карточки. Да. Но тут, я думаю, мы с тобой в единогласии. Ну да, конечно, конечно. Но при этом Кении просто как место, которое стоит посетить, разумеется. При этом лайк, да. В сафари, животные, крокодиловые фермы, вот это все. И до Кении не такие, на самом деле, дорогие билеты. Которые можно купить на авиасейлс. Слушай, ты за кадром сказал, что до 18 лет не целовался? Да. Это форма речи или правда? Нет, правда. То есть ты первый раз прям... Ты имеешь в виду такую... Ты не хранил себя на совершеннолетие? Нет, не хранил. Я просто никому не нужен был. Ну, типа, вот реально, вот до 18 лет вообще мне девочки в плане... Ну, интересовало, как прикольно пообщаться с девочкой, погулять. Но вот секс вообще всем было плевать. Да, там все дрочили, но как будто вот это был magnum opus. То есть не нужно было вообще ничего больше. Вот ты подрочил, все, кайф. Вот. И то, как в 18 я там еще когда-то похудел, получше стал выглядеть. Более так, короче, обрусел. Ну, короче, больно русского так стало. Потому что там вообще цемугл был какой-то такой еще более-менее. Вот. Тогда, ну вот, я поцеловался и все. А потом еще через год у меня только секс был первый. Ближе уже к 19 где-то даже. У тебя получается такая здоровая история. Ну, это в отношениях все было. То есть ты созрел и как бы... Но ты еще рассказывал, что у тебя в школе все рожали типа с 12. Ну, там, да, залетали девчонки постоянно. Вот, как, например, в Бемену 16 вот в самых таких регионах. Потому что город такой... У нас в целом, ну, если ты рожаешь там уже в 20, это до сих пор считается там, что старая дева, наверное. У меня одноклассница вот уже по три ребенка есть, там по четыре, ему там сколько, 27 лет. Классно. Не, ну, три ребенка в 27, наверное, тяжело вас тащить чисто финансово, не так. Там, да, там еще зарплата, наверное, тысяч по 30-40 у людей. А как вы... В Пачинске-то, я думаю, еще меньше. Не, ну, у меня друзья есть, там, МЧСники, полицейские, просто кто... Там были в Магните, вот, там, по-моему, 30 тысяч зарплата. А МЧСники, эти, там, по 50. Сколько там? Слушай, а старшиков не было, когда тебе было меньше в 17, которые там рассказывали про, типа, секс, про мастер, про что-то такое? Ты про вот эти хаты, куда толпой заваливаются. Я один раз на такую попал. Я, получается, был младше всех, и я не понял. Я, короче, пошел взять диск Дум-3 у чувака. А сколько тебе было? Блин, наверное, лет 10. Я помню, мы все покупали, у нас вплоть, там, лет до 18, пока зарабатывать не начали, была такая тема, что выходит игра, ну, условно, три игры выходят в сезон, и каждый договорится, кто-то берет, там, Heavy Rain, кто-то, допустим, GTA 4, кто-то, там, Burnout Paradise. Вот, и я тогда купился Нандрос лицензионный, чувак взял Doom 3, мы пошли меняться, я захожу, и там чуваки на телеке что-то вот так сидят, смотрят толпой. Я сперва не понял, потом один штаны снимает, и там, ну, как в гачи-фильмах, не. Вот, и я, ну, я это видел, но чтобы кто-то мне рассказывал, слушай, вот есть такая тема, нет, такого не было. Но они просто смотрели. Ну, нет, там двое дрочить вроде начали. Блин, я по-прежнему удивляюсь вот этому. Ну, это у всех было как будто. Это лейтмотив подкаста нашего, очень много парней рассказывают совместную дрочку. Да вообще у всех это было как будто. Да, но я не дрочил совместно никогда. Я когда первый раз это услышала, меня это очень сильно удивило, и каждый раз меня это удивляет. И в комментариях до сих пор каждый раз у девчонок. А у девчонок таких хап не было никогда? У девчонок, я как понял, есть поцелуи, типа до 18, обязательно девчонки поцелуются. Не прямо обязательно. Ну, не обязательно, но частая история, да, это не обязательно. Частая история, что девушки целуются, там, до 18 лет с девушками. Нет, и порно мы тоже смотрели с подружками, но это больше было типа, хи-хи-хи-хи, мы смотрим порно. Да, а у меня было, что мы прям дрочили, да? У меня было, когда, я помню, я чувакам, у меня был Сименс с 75-ка, вот только видосы начали пить. Давайте мне скинули видос, два видоса. Первый, это День студента. Великий видос. Да, и когда этот трек иногда где-то слышал, эй, бойс, эй, гелс, у меня в голове вот это же. Он потом в рекламе МТС был, и у меня каждый раз вставал от него. Потом, а второй видос, короче, это вообще странная какая-то хуйня. Короче, пять негров, блондинка, и играет на фоне трек группа «Краски». Мамочка, что со мной будет, мамочка? И просто там какой-то гэнгбэнг, и это все в 3GP супер вот так в пиксельном формате. Вот, и я чуваку показываю, он прям, например, такой сидит уже. Она, ну типа там лет сколько было, наверное? Тогда уже, наверное, лет 14 было. И то есть это без предупреждения начиналось? Ну как-то это... Без какого-то... Интро? Да, внезапный вот этот. Не, ну он прям не начал садиться и дрочить при мне, он просто такой, типа, что-то у него какое-то мельтешение началось в глазах. Засомневался. Да, заменжевался как-то, и вот я вижу, что он уже такой, типа... Ну вот, допустим, у меня никак полюции не было. Я тоже, когда с ребятами общаюсь, у меня вот, да, то есть у меня нет такого, что я что-то увижу, и сразу там у меня там встанет. Типа, или у меня там во сне что-то эротическое. Мне никогда, по-моему, эротика не снилось. Нет, подожди, ну тут важно. Насколько я знаю, полюции появляются, если ты, ну как-то там до 12, до 13 вообще не дрочишь. Я вот не дрочил до этого. А, да? Блин, странно, прикольно. Потому что полюции с 8-9 лет могут начинаться, типа, у разных парней. У кого-то с 12, но тут... Ну я начал где-то вот 13, вот где-то 13 лет, как будто это, получается, 5-й, 6-й класс, вот так как раз. У нас в это время, вот ты вспомнил вот эти два видоса, у меня вспыл в памяти видос, тоже под какую-то попсовую песню, но очень жестокий. Я, может быть, вырежу, короче. Где камнем закидывают и ткнуть. Да, вот это. Она заразила весь район Спидом. Она заразила всю деревню Спидом, и за это ее убили ее братья. И там девушку очень жестоко, несколько мужчин ногами и камнями забивают в какой-то... Извините, а почему всю деревню до этого не смущала, например? Да, там мало логики. Никакого отношения этот ролик не имеет ни к заражению, ни к чему. Это видос из арабской страны, я не буду говорить, какое это, неважно. Помню, вот, я как-то в свой родной город постоянно поезжаю, у нас ребята иногда вот эти старые видосы вспоминают, типа, там, бомжиха за три рубля, там, вот этот опасный поцик, вот этот видос. С чего вообще интернет начинался? Да, и мы смотрим с ребятами, у нас, ну, большинство ребят там в компании, там, Азербайджан, они смотрят такие, ну, да, нормально, хуя, она исполняла. Вот такое что-то говорят. До сих пор, да? А там реально голову прям булыжником у нее там мозги. Да, там крайне жестоко убивают человека. В смысле, что они до сих пор, типа, согласны с этим? Ну, тогда они не были согласны. Ну, как, они не то, что согласны, они вроде такие тоже достаточно интегрированы в русскую культуру, но при этом за счет воспитания, за счет того, что иностранные семьи, они, короче, в квартире играют на своем языке, у них своя хуя, у них есть какое-то отношение к этому, что да, она там не должна. Вот я могу как мужик, а ты не можешь, потому что... Ну, типа, у них есть вот это вот хуя иногда. И как бы, да, убийство плохо, но хуя наделала, ну, типа... Ну, вот такая вот хуя есть они. Слушай, а у тебя есть такое, что тебе можно, а девушкам нельзя? Нет. Я вообще не вне... А было такое когда-нибудь? Нет. Я вообще абсолютно не вне усяк. Я говорю, девочки, что ходите, дружите? Ну, типа, я никогда не говорил, не дружи там с парнем. Правда, два раза это хуя привело. Она, типа, я такой, ну, ладно. Я еще мониторил, они в одно время из ВКонтакте выходили, я говорил, а ты хуя общай. Она говорит, нет, ты шиз какой-то. А потом я вижу, они за ручкой идут, я не шиз, я не шиз. Это было в школе? Ну, нет, это было после школы, вот как раз. У меня с ним в итоге так, ну, глобально ничего не было, просто... А почему два раза было еще? Ну, второй раз, да, там девчонка, она... Короче, она классница Молотова еще была, вот. Я там улетал жить в Таиланд, что-то с ней заобщался, вернулся в Красноярск. Вот. И она танцовщицей, типа, там, какой-то работ... Ну, короче... Ну, гоу-гоу мне. Там тоже похожая хуйня была. Я понимаю. Ну, это глупо запрещать что-то, тем более... Ладно, там, у ребят, которых по религии, как бы, у них, ну, у них прошивка такая изначально, там, более патриархальная. А так запрещать что-то там... Единственное, говорил, вот, типа, нахуй тебе работать. Я и так, типа, все могу. Вот это единственное, что, говорил, нахуя. Но я не запрещал, говорю, хочешь, работай. Просто я маме так же давал деньги сколько лет, она говорит, бля, ну, я заебался и дома, я пойду работать. Вот. У меня бабуля тоже, кстати, до сих пор работает, потому что ей, типа, прикольно. Так, а что делать? Ну, еще ей нравится, что у нее есть, типа, прям свои деньги. Слушай, ну, смотри, получается, старшики с тобой не говорили, мамы не говорят. Откуда ты узнавал про секс в раннем возрасте, там, до 18? Кроме Дня студента, я помню. День студента это уже было, когда уже я знал. Да, я не помню даже, честно говоря. Я помню, что, наверное, вот... У меня как-то вот отрывками есть, когда я вот первые два раза в жизни увидел это порно, наверное. Наверное, получается, до... Или это День студента был первый. Короче, скорее всего, на диске у друга какого-то, или на кассете даже, наверное, ВХСной. Я помню прям, помню, вот первая такая прям порнуха, прайватовская, вот, которая увидела, наверное, до... Или я не помню, помню, до Дня студента. Короче, я не помню, что там было. Я помню, что сюжет лежат бомж и бомжиха, а это отец с дочкой. Неожиданно. И бомж начинает... И она просит, не туда, не туда, а он тут... И, короче, это вообще грязь, а потом она выходит за богатого... Проезжает мимо этого бомжа, и, по-моему, они опять... И вот мы это мотали, сидели вот с таким лицом, типа, что за хуйня. Типа... Это студия приват. А это постановка, да? Да. Прав, это вообще сюжеты были какие-то странные. В одно время главный, да, порно-производитель. Там еще актеры эти все... Ну, короче, их на лицо узнаю и погенит. И музыка вначале, вот эта заставка узнаваемая, где девушка... Колумбия, типа, где девушка, да, стоит приват, и там девушка... Это русская, да, история? Нет, нет, нет. Это американская студия? Это американская студия, одна из крупнейших, да. До Бразерса они были, типа, прям номер один. Они прям играли с ситуациями. Они очень много экспериментировали. Они, самое главное, еще снимали кино именно. То есть они снимали стены. У них это снято было прям... Я помню, там огромный особняк, там, типа, школа плохих девочек, этого поливойских девчонок. Ее отец сразу... Диктису, она выходит в Кайдор, и я думаю, ну-ну, ее... Уборщик в Кайдоре. Потом тут уборщик... Блин, это вообще какая-то грязь просто была. И это как, ну... Это, конечно, не фильмы прянишниковые, типа, школьницы вот этой, которые там... Мы тоже тут вспоминали. Во второй части географка, да, рыжий... Я помню, мы смотрели на диске, и там то ли цветокоррекция такая, то ли там выцвело, все, ну, короче, как он трипаком на нее кончает. Уж у нее зеленое все, у нее тут желто-зеленое все. И мы в детстве смотрели, думали, ебать. Типа, у нас же были... Были у всех чуваки, которые тоже начали дрочить, но у них не выходило ничего. Да, да. Вот, и у нас были такие, типа, они такие, ебать, а что в натуре, типа, так... Лучше мне фимос пусть будет до конца жизни, я не знаю. Блин, да, ребят, на всякий случай скажу, если у вас сперма желтоватого или зеленоватого цвета, обратитесь к врачу, это обычно такой маркер, ну, какой-то болезни, связанный с ИППП. Прям зеленоватая бывает? Да, сперма может менять цвет, и это обычно плохо, да. Не, она, запах... Запах меняет. Кольцо настроения? Как в СИМСе только, да. Вау, я не знала. Не сталкивается. Ну, это как если кровь появляется в сперме, это тоже звоночек очень серьезный. Кровь появляется? Ну, разные есть венерические заболевания, они разные вещи вызывают, конечно, конечно. Но она, скорее всего, не в самой крови, скорее всего, она в проходах, то есть пока идет там где-то травма и... У меня так было один раз, я подумал, что у меня кровь в сперме. Короче, я один раз в жизни, лет, по-моему, 16, решил полностью посмотреть какой-то вот... Не помню, private нет? Это уже попозже было. Короче, порнофильм от начала до конца не мотая, не ставя на паузу, просто вот посмотреть. И, короче, он идет, часа, наверное, полтора. К сороковой минуте я дрочил восьмой раз. После четвертого раза там, ну, вообще нихуя уже не было. Вот. И я просто дрочил так, что у меня где уздеечка, где вот, короче, ну, я не обрезан, у меня же вот эта кожа, она все стерлась в кровь. И я, короче, из меня просто какая-то капля вот такая бедная. Вот так, рассинка чистая. И она с кровью смешалась. И я, типа, думаю, ну все, походу я себе выдрочил, все, оно пустое там, типа, будет. Ну. Потом через пару дней восстановил. Ну, не, недели, по-моему, я себе такой взял этот, шаббат от дрочки или как это. Ну, короче, я нормально, по-моему, так воздержание себе устроил. Кстати, про шаббат от дрочки. Сейчас ноябрь. Ноябрь это не дрочабрь. Нет, по-моему. Это ноу над новембр. Ты когда-нибудь следовал каким-то ограничением воздержания? Не, ну, у меня было просто, что... У меня, короче, так волны бывало, что иногда мне вот там не хочется просто месяц зрачить или там даже секса. Вот такое было. Но я не считал какой-то, ну, по месяцам, но бывало, что прям просто не хотелось. А это связано с какими-нибудь депрессивными состояниями? Нет. У меня депрессии не было никогда. Не было? Вообще не было. Ну, может, оно было, но я не знал, как это... Подожди, если ты говоришь, что у тебя были суицидальные мысли... Ну, да. Но они не были там, но они суицидальные мысли-то были. Но я, типа, я понимаю, что, типа, откуда они пошли. Я расстался с девушкой, переехал в другую страну. Я там сижу один. В Таиланде в... Из этих обезьянок сижу там. Страдаю по этой девчонке. Мне 17 лет только-только вот там. И я такой, бля, ну все, походу, все. Я уехал из России. Надо же было уехать в 17 лет. В США там, куда у всех были там. Вот, я уехал, все, жизнь прошел. Ну, что дальше, типа? Только осталось, наверное. Ну, вот. Ну, там есть история про, как я на массаж Таиланде все надо. Но это потом, позже, может. Я пошел в итоге, думал, что это... Не, ну, суицидальные мысли были, но потом я начал как-то... Ну, за месяца-два-три они прошли. У меня вот именно депрессия, это же не просто, что... Я ходил, кушал, гулял, общался с друзьями, но при этом хотел сдохнуть. Вот так у меня было. Ну, это депрессивный эпизод. Это депрессивный эпизод. Ну, у меня не было такого, что прям... Не, ну, смотри, есть депрессия, то есть это уже там клиническая депрессия, то есть что-то действительно... А есть депрессивное состояние или депрессивный эпизод, который случается. Ну, я просто остался с девчонкой, было грустно. Тем более первое самое. Вот это вот... Долго вместе были? Ну, так. Мы общались, просто общались около года. И вместе... Пару месяцев, наверное. Ну, и вот в икаут она заходила, это я говорил. Мразь, тупаясь, ты смотришь... А мама смотрит видосики твои? Да. Все? Ну, я не знаю. Мы с ней... Ну, короче, у нас на эту тему... Вот прям все, мы не говорим. Она иногда что-то может сказать. Вот, видела там концерт, молодец. Она на концерты ходит. На концерты прикольно, типа. Вот остальное все мы стараемся обсуждать. Она может что-то сказать? Она мне как-то сказала, году в 16-м, по-моему, позвонила. Мы такие, да, ну, дела обсуждаем. Суждаем такая. Ну, вот зря ты Лену Шедлиной, хуй, назвала. Хорошая же девочка. Я такой, мама, блядь. Вот после таких приколов я все, блядь, с тобой что угодно обсуждать, кроме вот этого. Вот потому что, ну... Что за я, да, назвался? Что? Да, нет, нет. Да, конечно. Я на стороне Гали. Галя вообще класс. Ну, мы же, типа, когда готовимся, мы смотрим видео, и я поняла, что у тебя какой-то триггер на школьную учительницу Веру Николаевну. Да нет, ты просто овца ебаная, блядь. Да прикинь, ну, типа, я все, я закончил школу. А тебе каждая Вера бесит теперь? Нет. Что я, Вера Андреевна? Вера в Бога только. Нет, короче, ну, прикинь, я закончил школу, я вот поезжаю с концерком в Краснояр... Допустим, к себе в город, ну, не к себе, в Крас. И, типа, там вот концерт, пришло человек 700. Билетов, ну, там митингиты с фотками, 100 человек. Из них 30 из моего города, и каждый второй мне подходит, то есть человек 15, говорит, что вот, я там в твою школу. И она просто меня вспоминает, ну, типа, как какая-то бывшая бунта. Она говорит, ну, руки, вот, брат, не будешь читься, а как тушенцов будешь. И они такие, ну, давай, блядь, ахуй. И потому, что у меня по географии у этой учительницы было, верненько, да, география, а мне было по ней 4-5, наверное, иногда. Ну, 5, наверное, помладше, когда потом 4. Ну, типа, за что? Просто дичь какая-то, нахуй, она просто больная. Она как-то чуваку сказала, ну, у нас тип в классе до 10-11, вот, вот это из прослойки, которые уходят после 9-й, вообще никого в жизни не встречаешь. Тип, у нее, мать, работала техничка в школе. И, короче, у нее случился инсульт на ступеньках школы прямо. И он не подготовил контурные карты или какую-то эту матнюю, блядь. Вот, она ему говорит, вот ты, мать свою, до инсульта давела. Он мне стул через класс просто в доску говорит, ты, ж, блядь, старая, умри, блядь, просто ногой дверь влезешь. Ну, она так нахуй говорила, ну, реально, у чувака, мать там чуть не умерла. Она такая, вот ты с то, что ты уроки не сделал. Вот свою мать, блядь, давела. Ну, это же бред. У меня постоянно, у нас учителя какие-то все были, ты все. Она ходила, говорит, вот ты, блядь, таксистом, как Живиновский, таксистом будешь. Ты, вот, сварщиком, просто, потому что у нас ебальники такие. А что плохого в том, чтобы быть сварщиком? Меня еще все, я не знаю, они больше, чем ебаная географичка получают. Она ныла, вот, 12 тысяч, с эпидемиторством 20. Я думаю, лучше бы я, пошел работать. И поэтому на Ютуб пошел, как раз почти исполнил все. Ну, то есть секс-просвета у вас в школе тоже не было? На урок? Вообще ничего не было. На биологию? А, нет, это как-то на профориентации пистолетов включил, это считается? Да. А какой клип? К берегам, где кончается день, на земле, на земле. Короче, там тоже он подходит и вот так этот рукой по хромакею проводит. По Дельфинчику. Ну, это другой клип Дельфинчик. Дельфинчик, это пираты, по-моему. А это вообще тоже. Дельфинчик, это по-новее. То это прямо вот, когда вот еще до пиратов, вот эти первые его клипы. А, где он женщина на хромакею? Да, 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 да. Это один из этих. У него еще есть цензурная версия этого клипа, где он в одежде ходит. И есть вот полная, где он там, типа, он кончает на хромакею в конце. Да, я хотел спросить, слушай, а ты вот, когда с девчонками начинал, там, отношения, или у вас шло все, типа, к постели и так далее, ты им всем говорил, что, типа, вот он... Нет, я никогда вообще не говорил людям. Только когда они спрашивали, а я им объяснял, и все. И вообще никакого вопроса не было. Вопросы были все какие-то только типов, там, вот, типа, там, таксисты, там, блядь, на улице, кто-то, типа, менты. Вот у таких людей вопросов. С танцами вообще всем поебать. У меня вот люди, с которыми там по много лет общаются, даже вот, ну, словно месяц, они даже не замечают, хоть я там дергаю, ору, они просто, ну, привыкли, а никто на это внимание не обращает. Подожди, а неловкие моменты в постели по-любому же были или не было? Типа, чтобы ты там... Я посмотрел, вот, я рассказывал с содой подкасты, там, помотал сейчас с ребятами. Я, во-первых, наверное, вот, то, о чем он говорил, как раз, я в секс-шопе был один раз в жизни. Просто посмотреть. Типа, мне вася-то зашел. Вот. И неловких моментов, ну, типа, было, что мне просто закоротило, из-за того, что тоже давление, сердце, организм разгоняется. Я такой, все. Носит, ждет, ничего. И все. Он продолжается. То есть, прям, неловких супер, каких-то не было. Но, блядь, был момент, я вспомнил специально про секс-шоп, короче. И это просто, я забыл. И вот вчера я увидел, и прям вот пытался, думаю, было же, наверное, в закромах нашел. Короче, неважно, что это было за девчонка, это было очень давно. И она как-то такая мне говорит, короче, смотри, достает мне, я не знаю, как это называется, короче, плетки, наручники, эти шарики в рот, типа, все х**, хочешь попробовать? Я такой, нет. А я скучный, мне вот это все, типа, ну, не прикольно. Вот, это первый, первый единственный раз, когда это все было. Она такая, ну, давай, что-то, наручники какая-то х**, все х**, ну, все, давай, просто она мне прыгает, и такая, удаль меня. Я такой, в смысле, не, говорит, удай меня, я ее пожебью. Он говорит, сильнее, возьми плетку. И получилось так, что, короче, условно, вот я лежу, она вот на мне прыгает, а плетка, ну, у нее жучка вот такая, и вот эта штука вот такая. И, ну, то есть, ну, чтобы ее удать, мне надо вот так вот замахнуться. А я просто беру, бью, и в момент, и себе по яйцу, вот просто вся эта линия, мне вот по яйцу вдали, я просто вот так подскакиваю. Судя, я просто вот так, короче, подскакиваю, у меня там вот, типа, вот такая вот линия, короче, как воспаленная. Это просто пи***ь. Мне кажется, я себе это, б***ь, базиктомию там сделал. Вот, это вот первый раз, и последний раз в жизни какая-то чем-то с таким. Это вот это вот, не знаю, но это было с неловкой больно. Долго болело? Ну, прям пару дней оно жгло, то есть, больно было касаться всего этого. И так еще, ну, наверное, недельки-полторы с месяцем отходило. А у девчонок не спадает возбуждение, когда, условно, ты говоришь, перекоротило тебя, типа, когда она сидит ждет. Откуда я знаю, б***ь? А кого это, б***ь, главное, чтобы пацан кончил? Естественно. Пролю. Янчик до нашей эры что-то там капает. Да не, б***ь, да я не знаю, я же не спрашиваю, но они ржут обычно. Ну, ржут не в смысле, лох-пидор, типа. И потом продолжаете спокойно дальше. Да, она просто сидит, ждет. Либо там, ну, я сам что-нибудь пошучу, она просто посмеется. Да никто на этом никогда не акцентировал, кроме мусоров, наверное, в аэропорту. Нет, так скорее всего у вас просто еще совпадало, видимо, то есть какое-то возбуждение. Я бы и не стал, наверное, с которыми, ну, типа. Нет, я не говорю, что типа спадает возбуждение не потому, что фу, б***ь, а потому, что перерыв, условно. А, перерыв? Ну, типа, что перерыв же мешает вообще, грубо говоря, занять у секса. Там даже иногда вы от водички дадёшь попить, и все такое, да, давай, Серик, посмотрим. Ну, да, или если партнер устал, это нет, то да. Да, если он связан, и в батареи лежит где-то. Ну, это уже груз 200 какой-то. Ты смотрела, Вера? Я фанатка Балабанова. Респект. Это блогер какой-то? Угу. Нет, просто реально шовер. А, режиссер. Балабанов? Да? А что он снял? Груз 200. Войну. Так я что, я понял брата, фильм какой. Господи. Оля, б***ь. Ба-ба-ба-ба-барабеги. Вон. Ого, вы смотрите на нас в школе и думаете, что же это за потрясающие свитера на них. Не гадайте. Это Нувстор. Нам их дали для съемочки. Возвращаясь к теме нашего подкаста. Круто, что в порноиндустрии, кстати, Россия, получается, транссеттеры. Первое место, я думаю. Транссеттеры, реально. И самые красивые девчонки. И самое главное, что и техническая весь персонал. Ну, не российская, все СНГ. Ну, СНГшная. Мы сегодня писали, рекламу одну, и там обсуждали Амстердам, типа, Квартал Красных Фонарей и так далее. Там, кстати, я еще недавно заметила, извини, пожалуйста, что как будто в русском порно история более глубокая. Ну, нет, хотя в зарубежном тоже я встречала, где прям, ну, драма присутствует перед б***ей. Альбро только сюжет в западном видел. У нас явилось сразу, ну, такое что-то типа сводный братство. Ну, вот это вот классическая вся, все раскладки, которые могут быть. Я там видела прям много про то, что... Сейчас перескажу. Там видео называлось. Отчим зашел ко мне в комнату, поэтому я спрятала вибратор в себе. А это название или ты просто рассказывала? Это название, это название. А, я думал, ты просто рассказываешь. Нет, ну, как бы и рассказываю тоже. Суть там такая. Так отчим зашел, ты спрятала? Так отчим заходит, так. А где документы на удочерение? Он долго заходит искать документы на удочерение, и она долго прячет вибратор в себе, боясь выдать себя. В себе? В себе, в себе, конечно же. Она прячет в себе. Ну, а где же еще? Не в кармане же. Ну, там не было кармана. Она им пользовалась. В этот момент. И инстинктором, и... Короче, он показал, что ты... И все, да? Нет, они прям долго обсуждали, типа, документы сначала какие-то. Он прям заходил, прям еб***ь по важным делам. То есть, типа, час он ищет паспорт, он просто, ну вот. Да, реально, реально. Он, типа, минут 20 просто искал документы, она пряталась от него, и потом он решил с ней поговорить на серьезную тему, связанную с сексом. Остросоциальная порно. Остросоциальная. И там много диалогов, которые прям удивительно глубоки. А в конце там фонд России «Усыновляйте детей», да? Вот это х***о. Если их х***ь, они расскажут. Но я уже 18 была. Это уточнилось много раз. А сейчас у тебя, вот мы сейчас спрашиваю, я тебе с кем-то про секс говорил, там, в детстве и так далее. А сейчас у тебя есть с кем такое обсудить? Обсудить? Ну, вот у тебя в сексе что-нибудь произойдет. Прямо мы обсуждали с чуваками, сидели с сексом. Наверное, вообще нет. Ну, а в отношениях вот так вот тебя устраивает вопрос? Типа без какой-то конкретики сейчас или что-то. В целом тебе было комфортно в любых каких-то своих отношениях обсуждать какие-то вопросы, связанные? Этого минимума всегда было. То есть вам, типа, так совпадало? Чтобы кто-то вот так сидел, говорит, вот я хотел бы вот это. А может, сделаем вот это? Нет. Было максимум один раз. Давай, типа, попробуем где-то вот, типа, в таком публике. Это вот единственный раз, по-моему, за всю жизнь. На улице в смысле? Ну, типа, не обязательно прямо на улице. Ну, там, в мусорке, я не знаю. Ну, нет, ну, где-то, да, там, в раздевалке. Я не помню точно. Ну, то есть даже там то, что, условно, что-то не нравится, или там, условно, как вид контрацепции, вы не обсуждаете с девушкой. Вообще, ну, типа, у меня такого не было. Да у меня самого просто эта тема интерес особо не вызывает. Я об этом не думаю. Я, типа, вот мы с ним, с чуваками, мы обсуждаем. Видеоигры, фильмы, бабы зло, все мужики в клетке. Ну, ладно. На самом деле, видеоигры, там, по сути, музыка. Там кто-то, ребята, кто работает, про свою работу. То есть там нет вообще темы. Они рассказывают, а вот, у меня это заебало, это. Но там, как бы, приоритетнее, вот именно, вот, как они там срутся с девчонкой, но чтобы я там, блядь, ей кулак, да, вытолщил у нее трахею, блядь. Ну, нет, такого вообще никто не обсуждает. Ну, просто у нас так сложилось, что у нас нет какого-то табуна, нам не стоило, но чувак говорит, да я, блядь, короче. Но просто про это не говорят. Я вот спокойно рассказал чувакам, я вот блеванул и обосрался одновременно. Вот одновременно. Вчера? Сейчас. Нет, у меня была хуйня, я поехал к себе в город, отравился. Ну вот, то есть, и я пошел в туалет, я сижу, а там, стоя, тут раковина вот так, я сижу на толчке, мне хуйня. Я начинаю блевать, и там раковина прям вот так мне была, она как-то высоко стояла. И я вот так с толчка пытаюсь, а за меня просто льет. И я пытаюсь блевануть, и оно все вот так на меня, по сути, выходит. Я сижу облеванный, как этот. Обосранный. Но ты, когда на негра блеванул чел вначале. Вот, и обосранный. И вот это они обсуждают. Вот это мы вспоминаем, вот такую хуйню, типа. Нет, ну вот про вот условно контрацепцию, мне кажется, обсуждать в отношениях, это как какой-то нормальный бытовой разговор. Это, грубо говоря... Контрацепцию? Да. Именно позератив? Нет, не только. Не обязательно таблетки решить. Вот, условно, вы долго в отношениях, и вы такие, типа, блин, нас там занимался сексом в презервативе, нужно сменить контрацепцию. Я никогда не занимался почти сексом в презервативе. За жизнь на раза три. Эй, Николай, у нас же есть Бусти. И у меня есть два предложения по Бусти. И мне интересно мнение зрителей по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментарии здесь, на Ютьюбе. Вдруг будут гости, которые, может быть, наши друзья или просто какие-то условно... Наши бывшие. Какие-то эксперты. Мамы. Ну, Колька, дай договорю. Я в основном имела в виду наших друзей или каких-то экспертов, которые не медийные. И, грубо говоря, мы не можем их выложить на Ютьюбе, потому что, ну, понятное дело, что мы все гостей можем больших приглашать и всё вот так вот снимать за счёт рекламодателей. И записывать эти выпуски конкретно на Бусти, может быть, в аудиоформате. То есть, это будут не медийные люди, а просто интересные нам. Может быть, наши зрители. Может быть, наши зрители с какими-то интересными историями. Да, на Бусти есть выпуск из Самары, который никогда нигде не появится. Это как раз 30-минутный эксклюзивный подкаст, где мы просто разгоняем, болтаем, обсуждаем. Да, есть две рекламных интеграции с КНГ, Бальдлина, где мы тоже, которые нигде не появятся, тоже можно послушать только там. Ну, из каждого выпуска я туда по три-четыре кусочка кидаю. Предлагайте свои идеи на самом деле, чтобы вы хотели смотреть на канале «Правил 34» помимо подкаста. Если что, у Коли уже есть идеи, просто интересно ещё свежее взгляд со стороны. Да, потому что мы всё равно занимаемся этим, ну, особенно я жёстко изнутри. И у меня иногда взгляд сильно преломлённый, и мне иногда полезно почитать комментарии. Я всё равно всех читаю, лайкаю, люблю всех очень сильно. А так, второе, пожалуйста, подпишитесь на канал на Ютубе обязательно и приходите на концерты «Веры». О, да, их будет много разных. Они будут в Грузии, в Москве, в Петербурге точно, в Вологде, в Череповце. И какие-то ещё города добавятся, точно, по-моему, Челябинск. Вот всё будет по ссылочке. Также в стендап-клубе на Трубной в Москве каждый вторник проходит проверка материала «Подруги», а каждый четверг шоу с «Бест» лучшими шутками девчонок «Женщины-комики». Приходите обязательно. Шоу «Подруги» бесплатное, там регистрация, и вы, грубо говоря, покупаете напиток. Это входной билет и есть. А шоу «Женщины-комики» за денежки, да? Как бы, но... Ну, «Бест». У нас сколько? Где-то полчаса ещё осталось. У меня такая интересная тема была для обсуждения. Ты смотрел сериал «Секс-эдикейшн», «Половое воспитание», который вот выходил? Ты в одном из роликов очень крутую тему поднимаешь про то, что инвалидам и людям, у которых есть какие-то особенности, гораздо тяжелее, чем кажется. И при этом современное общество, толерантность распространяется не на них. Я просто хотел сказать, что это крутая тема, потому что «Половое воспитание», они как раз тоже там... Есть инвалид, который бомбит, говорит, вот вы сделали, говорит, для кучи гендеров туалета, вы сделали, говорит, это, это, они починили лифт мне, я не могу приехать на урок. И очень круто, что западное общество, я имею в виду, тоже как будто бы сейчас начинает... Там понимают, что типа... Ну, то есть я не говорю, что нужно у этих отобрать, а этим дать. Но просто это любопытно, как люди из какой-то группы ущемлённой, как инвалиды, например, люди с расстройствами, это замечают тоже. Во многих странах люди с особыми потребностями вообще кайфово живут, и они весёлые, им все помогают, они спокойно заводят отношения. Ну, не совсем. Правильно? Декоменализировали вроде, да? По-моему, легализовали. Нет, медицинскую. Ну, как бы всем... все лечатся. Вот, просто хотел сказать. Это короткое предложение, которое растянулось на... час. А как вы, не знаю, можете врачи говорить, какая вероятность, что от тебя передастся детям расстройство? Там процент... там, короче, огромный процент, но, как я понял, мне это несколько врачей говорило, типа и в Москве, и там на родине, что там... я не знаю, как это работает, но если мальчик там выше... ну, короче, если мальчик, это процентов 65-75, если девочка что-то 30. Я не знаю, как это, блядь, зависит от пола ребёнка, но сказали, что в целом эта болезнь почему-то даже в целом у девочек легче проистекает. Может, просто девочки более спокойные, менее гипер... Ну, большинство, я не знаю, почему мне так врачи всегда говорили, что в целом даже у тех, у кого уже есть, у них как-то лайтовик происходит. Вот, ну и по передаваемости, ну, мне сказали в целом, что там высокая вероятность, потому что мне от мамы, от папы передалось, у меня, если ещё что-то будет там... А ты вообще комбы собрал. Да, пи***ц. Вот, если будет ребёнок... А с тобой в отношениях, типа, говорили, типа, давай заведём ребёночика? Нет, ни разу. Я сам не хотел. Не-не, ну, в плане того, что ты не хотел, это как бы не значит, что с тобой не говорили об этом. Никто не говорил. Про свадьбу говорили, ну, я такой, ну, классно, что говорить. Ну, типа, я с детства дал себе какие-то установки, то есть мне неинтересна ни свадьба, ни дети. У меня все примеры. Там вот моя мама, у которой, б***ь, муж умер там через месяц после свадьбы, до всех друзей, всех одна, мама в основном, батя сел, умер от передоза, там родственники все, то есть там все разведены, у меня все друзья в основном, там все, кого я знаю, все, короче. У меня там хороших примеров брака один на пятьдесят. И то, ну, надо посмотреть всё, чтобы время прошло. И типа, как мне после этого хотеть, типа, брак? А приёмного ребёнка думал? Про приёмного ребёнка думал как-то, но это точно и сейчас. Потому что я понимаю, что, допустим, с точки зрения бабок там всего, я могу ему дать. Но, по сути, я сам ещё как бы, ну, мне, я вот с 17 лет, у меня особо как-то, мне особо что-то в голове поменялось. Я вот что, решил тогда, и у меня вот большинство этих установок, они, конечно, чуть-чуть модифицировались, но остались. Самые прикольные девчонки, девчонки, которые немножко пацаны, которые играют в видеоигры, которые смотрят, то есть у меня такие были в основном. С такими, вот именно с кем мне были отношения или попытки, это не были вот такие девчонки, вот типа, с губами какие-то, которые вот, вот когда вот с такими, я знаю, типов, которые разделяют. С ней я живу, общаюсь только с пацанами, нет. Типа, именно девчонка должна быть как ты, примерно, весёлая, что у вас мочилась, это факт. Просто я к тому, что вот искал новые эмоции, новые что-то, вот отношения, как будто там, это вот что-то такое суперважное. Мне всегда отношения были в жизни, это вот, ну, оно там где-то пятое в списке того, что в целом нужно, а остальное всё. Просто я это видел по друзьям, по матери, и как-то у меня всегда в жизни, все такие, вот отношения, вот хочу, вот это, вот это. Ну, оно есть, да, прикольно. Его нет. Типа, ну, мне кажется, это как раз-таки более-менее здоровое какое-то отношение к отношениям. То есть у меня нет какого-то культа, что, ладно, у многих девочек есть что-то, я должна замуж, я там ещё должна, ещё родить. А мне как-то даже, ну, у меня все отношения рандомно начинались, и я не знаю. Так мне тоже кажется, что это самое крутое. Угу, случайные, да, всякие, да? Да, залететь сейчас бы вообще. Ну, тебе везёт. Что? Никто не залетает пока. У меня матка дышит. А ещё, кстати, вопрос, ну, твоя мама после папы же заводила отношения? Что? Ну, я помню одного чувака, по-моему, это было один раз, вот. Вот, он какой-то тип был такой здоровый, полноватый, дарил, подпиёз мне, короче, как это называется, телескоп или подзорная труба какая-то. О, круто. Я такой, не хуй, я типа, не хуй, мне это надо, не хуй, я стоял на балконе один. Вот, и, короче, странный тип, он периодически что-то появлялся, что-то они с мамой общались, и он такой, типа, был, ну, визуально прям пи***ц, но по характеру добрый. В один момент, я помню, еду к бабушке в деревню, ухожу, мне там лет 12, и он такой в трусах уходит, говорит, слышь, купи пиво мне, иди. Я такой смотрю, говорю, иди на к***ц, он говорит, чё, я говорю, ты мне кто, б***ц? И он мне г***бует в ухо, ой, б***ц, персу ее г***ц, 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 гК, короче, мне в ухо, у меня кровь падает, мама выходит, я говорю, она мне не ведет. Я говорю, б***ц, а как на хуй, я себя сам г***бал, я говорю, ну ты в натуре, б***ц, вафля. Я прям так говорю, ну и, короче, этот дебил что-то еще на мне кидался, кидался, там с ножом вот так, ну, короче, это был бред, еб**ц. мама потом все она после этой ситуации мама но она поняла только проснулась просто короче после этого и до этого я ни разу не вил маму с кем-то вот за все там сколько мне лет 20 ни разу нет ни мужчины и типа я сам вот понимаю почему я бы никогда бы не замутил с девчонкой грубо говоря с прицепом как тот самый прицеп в детстве я бы не хотел себе нового папа и мне я маме сложно одиноко но мне было классно я бы не смог познаю себя если что мы тебя не пушим на отношения просто аэроспэ это типа оскорбительный термин аэроспэ разойденка с прицепом ну конечно так если у нее машина не прицеп на рыбалку гонять тогда нет просто если а я как человек который был прицепом я могу так говорить ну блин ты нормально все объяснил но как бы к тебе нет каких-то вопрос тик ток зайти потом и там вот этот оскорбил тут этих он не смотрел какой-то там сериал с netflix он там еще короче говоря я грубо грубо говоря я против многих вещей и я готова вступиться за свое когда мне кажется что люди свою позицию проталкивают просто так без почвы нет когда люди говорят от себя говорят вот так вот это даже если они используют некорректные слова я думаю человек рассказывает про свой опыт но когда человек говорит вот так вот надо вот они такие они все такие если бы ты говорил типа я вообще считаю парня ну типа я вообще считаю нормальный пацан но он с женщин на женщину с ребенком но он на ней не женится вот с такой чем базу говорить вот с такой хуйни у меня подгорает конечно ну канди вруби нельзя не ну я просто видишь я это сказал но я еще и говорю что я это говорю как человек который этим этим прицепом был вот мы тебя услышали вообще у меня какой-то осуждающий номер гали нужен мама я подумаю ну вот галя была бывшая галя уже так что не хочу а ты справки дел перед этим и после она все не я заморочен его да если что мы не пытаемся пушить отношения мы просто типа расспрашиваем как ты к этому подходишь и условно какие плюсы и минусы мне офигеть как нравится не быть в отношениях но я не рассматриваю глобально отношения как тягости просто в них не вступаю потому что сейчас мне кайфово если когда встречу какого-нибудь человека с которым мы наши силы удвоятся ну вот да как power couple есть понятие такое вот она об этом типа когда ты один крутой но вместе с еще одним человеком вдвоем еще круче типа становится из грубо говоря вы дополняете какие-то слабые стороны другу и так далее просто как бы ну сам не станешь вот один павел можешь и сам быть можешь и так быть конечно конечно просто этой серии прикольно быть влюбленный например да и также прикольно или слабые люди всегда ищут половину мне кажется странно называть слабыми людьми которым я хотел просто в этом загорел а потом в интернете у кого-нибудь специально радости вы просто храндомно раскидайте да да и без объяснения просто я считаю в россии надо внести обязательно хиджаб даже искал порно на порнхабе я сижу с членом в руке листа и мне попадается выпуск прям просто здесь хорошо на порнхабе я такой врубаю ну типа стаса давыдово и смотри думаю что за выпуска он обозревает это был помню спешил какой-то выпуск один я помню такую сижу смотри ты не гандон весь вайп убил и вырубая нахуй чё блин я думаю ты на стас давыдово а чё ты хочешь сказать что на порно сайт нету реакции на порно сайтах вот я не видел есть блогеры порно блогеры но вот чтобы кто-то сидел так и смотрел порно и комментировал я этого не видел есть ну коль ниши свободно да где ты можно стримить нигде порно не постримишь ну блин заливай на порнхаб компьютер вот стим блять вебкате нпс установить там ключи трансляции платформы нет на которой это может выходить на порнхабе нет нет стрима не надо стримить надо записать стрим и выложить есть же короче плав платформы нет же твича 18 плюс есть короче похожие платформы как-то виджелинка знаешь да короче виджелинка влад цельфник это короче они заказали проституток домой темнокожих и чё так короче как-то и случайно одна то ли из комнаты вышел то ли виджелин голым забанили и они нашли какой-то сервис и не помню есть русский какой-то где по-моему можно такое но строй там раньше стриме есть такие сервисы не факт что прямо если в лоб порно в ключ и будешь обозревать это прокатит но есть такие сервисы где можно условно там по-моему стать голым и те ничего не будет а чем можно писать порнхабы с предложением расширить границ да они же врат россии отказались да им самое время да ну ты не пиши на русском не прям дурачком не будет на еврите надо им писать на в рите напиши плена будет про первую порно кассету мы кстати тебя не спросили а я же говорил с бомжами видел это не у меня там я самая первая была да из именно кассета все тогда да вроде бы у тебя все интересное спросили что можно было может у тебя вопросы есть про секс что такое кольцо ваннах который садов рассказывал что я просто посмотрел выпуски эректильная эптилоидов типа еще рептильная эректильная 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 надеваешь кольцо к основанию члена кровь медленнее отходит он дольше стоит больше кажется и вибрирует еще иногда что может стимулировать клитор когда до конца доходишь нихуя но гайку не надо надевать на член да гайку не надо ребят потому что не это из чп это из чп на нтв там чувак гайку накрутил себе на член я помню в джекосе раян данте машинку или какую-то игру с этим да не стоит не стоит не стоит почему почему они порно ни разу не стали как думаешь порно я думаю бы марджерой комнате если покопаться можно найти как условно там всяких кардашьян порнуха же лежит по из хилтон лежит да но по моему с джекос ни с кем нет ни не со стива мой не с тифо за ним здесь фильм про него короче мтв сняли он на ютубе лежит он прям там видосик какой нюхает все на ютубе лежит короче с ним с него снимали там месяц как он просто наркотой упарывается и потом в конце то он после хаба и вот сколько лет уже 15 на м чистый ого мощно круто чувак да грустно наверное короче он веселее был да у нас все спасибо тебе большое что пришел веселого рассказал главное чтобы я это потом через сколько там не монтаж пошлют я такой смотри думаю ну а что такого рассказал не такой блять мало гадостей сказал надо добить поэтому у тебя есть минута давай все гадости которые скажи про свой геморрой подробно у меня их было два это было воспаление узелка не кишка из жопы вот когда я был второй раз мне в как в зондирование вставили такую типа камеру и я такой отвернулся и мне женщина врач голову рука смотри смотри лет пятьдесят смотри вот ты над на унитазе с телефоном по ты не сижу он говорит вот это видишь и рукой мне это еще сфотографируй будешь вот и она короче мне там все это правило свечки вот эти поставил причем то свечка она короче должна быть холодная и она острая как карандаш наверху вот ну типа все как захотелось после этого постимулировать простату что значит стимулировать просто ну пощекотать очко кому себе нахуй меня пальцем но после свечек так там свечка вот такая от неинтересно если бы мне вот это в жопу дали нет нельзя вкунику доз банка видели это я в коем случае нельзя так сразу из кудится видос то есть сомом это я а еще вот этот где в горах осла мой гора любимый родина к этой тоже я а знаешь где не где в этом подкасте сам потом хазбика 2 а еще вспомнил как я один раз занимался сексом с девчонкой потом была моя первая девушка и у нее были месячные такой да похуй вот это куда стыд мне все в крови она такая фу я взялся вот так вот сделала смотри я брам блять она такая фу ты мерзкий пиздец бля спасибо большое за то что это рассказал потому что я думал что я психопат потому что когда девчонка чтобы она не стеснялась я сделал вот так чтобы она вообще и она такая food все эти слова от не буду это же угарно а я на специально чтобы она тебя ну расслабилась но у меня да вообще на самом деле не знаю что такое фу тем более то есть тебя вышли это я должен фукать ну да да а кстати говорят считается что жидкости наши становятся противными когда они покидают наше тело то есть типа почему мы условно когда болеем нас сопли стекают по горло мы такие ок но если выплюнуть свои сопли то съесть снова их будет отвратительно мерзко а ты пробовала из сопли по 100 купила нет а ты в детстве не ел сопли читал про ребят в классе так чуть-чуть набрал дегустировал так сказать возможно ей поэтому казалось что типа мерзко хотя сперма норм может она подогреть подожди она же не твоя да вот я говорю странно типа даже жидкость покинувшее тело смотри мне моя сперма противно например я бы свою не стал может быть вот в этом типа суда наверное не знаю надо попробовать сперма другого человека сказал бы обзбаночка пришел ну так бы чисто и вот так на бурдершафт у нас сейчас обед кстати будет да да все спасибо большое у нас кончилось время